Девушки отдыхают Она их командир, Рейли. На том, что осталось от ее защитного костюма, было ее имя. Она фигово выглядела, когда мы нашли ее за пределами подземелья. Множество рваных ран, контузия, сломана нога, внутреннее кровотечение и удар тупым предметом. С тех пор, как ее принесли несколько дней назад, она не приходила в сознание. Я бы сказал, что она схватилась с несколькими супермутантами и проиграла. Чудо, что она вообще жива. Да ее приволокли сюда. Ее нашли истекающей кровью на входе в горы. Если бы она еще повалялась в тоннеле, ее бы уже съели. Ну, я бы не рекомендовал. Она в коме. Форсировать выход из комы опасно. И боюсь, когда она оттуда выйдет, предсказать невозможно. Я бы не рекомендовал, если только ты не медик. Может оказаться, что ты только сделаешь хуже. Однако я делаю все, чтобы помочь пациентам. Так что, если думаешь, что сможешь, вперед. Они наемники. Пару раз встречались в подземелье. Точно не знаю, чем они занимаются. Но наверняка это кровавая работа. У рейнджеров есть небольшая база недалеко отсюда. Сейчас я внесу координаты в твой пип-бой. До скорого. Что? Где я? Что случилось? Сколько времени прошло? А? Ты о чем вообще говоришь? Не смешно. Будь мои парни здесь, они бы тебе... Ах ты, черт. Моя группа. Что случилось, черт возьми? Это не мой метод. Ты хоть понимаешь, что будет с моей репутацией, если заговорят о том, что Рейли Рейнджер оказалась на больничной койке? А ты соображаешь, малыш. Мы очень серьезные, но это не спасло нас от того, чтобы вляпаться в серьезные неприятности. Я не думала, что выберусь оттуда живой. Мы наносили на карту часть центра в районе Вернон-сквера и влетели в засаду супермутантов. Обычно они не проблема, но этот отряд был больше обычного. Мы прорубились к больнице Надежды, надеясь укрыться там. В точности, уроды толпами валили. Мы прорвались на крышу и перебрались на соседнее здание гостиницы Стейтсман. Супермутанты как привязанные шли, будто кровь чуяли. Они не отставали. В гостинице мы могли только лезть наверх. Худший. Но выбора не было. По дороге погиб Тео. Один из ребят. Мы даже не могли его боеприпасы подобрать. Пришлось уносить ноги. Так что мы добрались до крыши гостиницы с почти пустыми стволами. Но мы приняли некоторые оборонительные меры. Не знаю, правда, сколько из них еще осталось. Когда я уходила со Стелсбоем, я, кажется, зацепила одну-две. Если подумать, вообще могла бы не выбраться. Верни рейнджеров домой, прошу тебя. Это все, что мне нужно. И мне плевать, как ты это сделаешь. Ух, я ждала, затаив дыхание. Я не могла представить, что ты скажешь. А теперь, пожалуйста, поспеши. Не знаю, сколько они еще там продержатся. Советую попробовать найти труп Тео. Одного из ребят. Он тащил наши боеприпасы. Дай-ка я введу код от ящика с боеприпасами и более точные координаты в твой питбой. У нас база неподалеку отсюда. Если доберешься туда, можешь взять все, что душа пожелает. Просто введи рейли 0247 у ворот. У нас есть патроны, припасы, все, что нужно. Если бы я не просила о помощи, я бы не советовала тебе туда соваться. Супермутанты там кишмя кишат. Не знаю, почему. Мясник, наш медик, подозревал, что они либо там что-то ищут, либо что-то их туда притягивает. Хуже только в Молле. Лучше всего идти тоннелями метро. Отсюда иди на север до центра, затем найди тоннель, ведущий к станции Дюпон-Серкл. Выходи с Дюпон-Серкл через штуку, которую мы зовем сухим коллектором. И в конце концов упрешься в больницу надежды. Боюсь, не так много. А, постой. В больнице может быть что-то полезное. Мы видели складские комнаты, когда шли на крышу. Но у нас не было времени там пошарить. Ну, давай. Расслабься. Я не хочу и тебя потерять. Чем мы можем помочь тебе сегодня? Да, заперто. И да, я вижу, как ты на это поглядываешь. Да, в чем дело? Покороче, пожалуйста, я очень занят. Привет. Принимаем крышечки от кого угодно. Даже от людей. О, человек. Ну, здравствуй. Добро пожаловать в магазин подземелья. Так, так давно у меня не было клиентов. Ну, мы их тратим у Кэрол. Или в девятом круге. Но там мне не нравится. Остальное отдаем Квинну, чтобы поменял снаружи на то, что нам нужно. Ну, да, тут много старых буклетов и прочего. Я, наверное, их все уже перечитала. Это была часть исторического музея. Это выставка была посвящена тому, что случается после смерти. Преисподня и все такое. Я нашла целый ящик этих книжек в одной из задних комнат. Вот, держи. Никому тут они не интересны. Сначала тут после войны жило всего несколько человек. Это здание было одним из немногих, которые не развалились и не сгорели. По-моему, Кэрол как раз из тех первых жителей. Но годы шли, и весть разносилась по пустошам. Там и тут жили гули. Уже совсем немного их осталось. Большинство либо одичало, либо переселилось сюда. Наверняка там, снаружи, еще есть гули. Но все, у кого голова на плечах, теперь в подземелье. Нет, супермутанты нас не трогают. Наверное, то, что они делают с людьми, с нами просто не сделать. Братство Стали открывает по нам огонь, когда мы выходим на поверхность. Но сюда они не суются. Забредали какие-то работорговцы и рейдеры. Но Харон, Цербер и все остальные быстро с ними разобрались. Мне так кажется, это для всех хорошо, что мы никому не мешаем. Возвращайся в любое время. Тут, тут немного одиноко. Возвращайся поскорее. Пожалуйста. Это местечко к гослых чертям, разве нет? Эй, приятель, что происходит? Ни хрена. Одного Дога не хватает, двух тоже не очень, так что Догов у нас три. Как вам сегодня этот милый полный? Ага, смотрите, кто тут у нас. Гладкая мордашка, которую я раньше не видел. Я озрухал, а это, это девятый круг. У людей случаются проблемы, а я предлагаю им выпивку. Ну и всякое прочее, чтобы взбодриться. Если что понадобится, дай мне знать. Чем не останавливаться, так что будьте осторожны. Это Харон. Скажем так, он очень преданный работник. Не делай мне проблем, и он не станет создавать проблем тебе. У меня его контракт, и я его работодатель. Вот сделай то, о чем я попрошу, когда я попрошу, и без лишних вопросов. Видишь ли, Харон вырос в очень интересном сообществе. Они, можно сказать, что они промыли ему мозги. Он абсолютно верен тому, кто держит его контракт. Безотказный, непоколебимый до того самого дня, когда истечет срок контракта. Пойми правильно, я не сомневаюсь в том, что он меня терпеть не может. Но пока я его работодатель, он будет покладистым, как плюшевый мишка. Нет. Сэр, вы меня оскорбляете. Я категорически противник рабства. Это отвратительно. Я искренне верю в личный выбор. Надеть на кого-то оковы — это немыслимо. К цепям не принуждаю. Их заслуживают. Харон сделал свой выбор и оказался у меня на службе. Подробности нашего контракта — это наше личное дело. Приятно, когда тебя не донимают болтовнёй, верно? Но не стоит принимать его немногословность за глупость. Это было бы очень неразумно. Недооценка противника для многих оказывалась роковой ошибкой. Отлично. Ты задаешь слишком много вопросов. Да, к востоку отсюда. Там засела кучка парней с ружьями. Пей, пока она красоткой не станет. Прости. Гульский юмор. Боюсь тебя не понять. Эй, приятель. Что происходит? Да, что такое? Сколько детей сейчас могут похвастаться тем же? Это ещё зачем? О, о. Эй, ты гляди. Человек. С волосами. Эй, как ты думаешь, мы можем что-то с этим сделать? Американские дети влачат ужасное, безусловленное... Ну да, вот этим я и занимаюсь. Стригу. Я понимаю. Похвалиться тут особо нечем, верно? У этих тропов волос всего на полголовы, так что с целой головой мне работать не приходилось. Соглашайся. Бесплатно. Ну, ага. И что? А что мне ещё делать? Думаешь, мне надо быть трезвым, чтобы гулистрить? Там полдела это кожу срезать. Этим ребятам вообще плевать, как они выглядят. Они только ради меня сюда ходят. Лично я предпочитаю слово стилист, но ты можешь звать меня, как пожелаешь. У всякого свой талант, знаешь ли. Раньше я жил в Ревит-Сити. У меня хватало денег, чтобы мне платить, и всё было супер. Но когда я изменился, никто меня больше к себе не хотел подпускать. Вот я и оказался тут. Конечно, гуль-парикмахер это почти то же самое, что форточка на подводной лодке, так что... А, к чёрту! Вот я и подсел на винт. Хотя бы время пролетает незаметно. Незаметно сечёшь? Помни, никакой платы. Нравится тебе здесь? Давно не виделись. Как поживаешь? Да что ты... О, боже, новое лицо. Прости, великодушно. Не подумай, что я такая грубая. Добро пожаловать. Добро пожаловать к Кэролу. Я Кэрол. Знаю это немного, но это моё заведение. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать. Грета принесёт тебе любую еду, а я занимаюсь комнатами. Так хорошо видеть здесь новые лица, даже уродские гладкокожие. Шучу, шучу, да шучу я. Не делай такое лицо. Тебе здесь понравится. Харя. Да, конечно. Он мой сын. Ну, не совсем так, как можно было бы подумать. Мы, Гули, немного не так устроены. Но я люблю его, как родного. Ты его знаешь? Он тебе попадался? Он в порядке? Это чудесно. Я так рада. Если увидишь его, скажи, что его мама скучает по нему и любит его. И что, я надеюсь, ему там хорошо. Но только в гости пусть не заходит. Это слишком опасно. Нет, нет. Пусть остаётся там, где он сейчас. Это точно. Мы с ней живём вместе... Да уже лет шестьдесят. Но с тех пор, как Харя ушёл, всё изменилось. Он мне был как сын. Я думаю, Грета всегда ему немного завидовала. Ах, это такая долгая история. Тебе, наверное, будет скучно. Ну, ладно. Но ничего особенного там нет. Я родилась в две тысячи пятьдесят первом году. Так что да, я гуль до военного разлива. Помню, помню. Мы с отцом были в укрытии, когда упали бомбы. Здесь, в Вашингтоне, мы хоть успели среагировать, когда западного побережья не стало. Я тогда совсем девчонкой была. И денег у нас не было купить место в убежище. Помню, как мы бежали в то укрытие, как папа меня подгонял. Он остановился помочь одной семье. Я обернулась и позвала его. И тут вспышка света. Ярте, чем ты можешь себе представить? Я очнулась через несколько часов. Первым делом я побежала туда, где был мой папа. Его... Его не было. Но, понимаешь, от него осталась тень, как будто выжженная на стене, такая четкая, как будто он стоял рядом со мной. Жара выжгла его навсегда в бетоне. Город пылал несколько недель. Может, и месяцев, не знаю. Я спряталась тут, в музее. Это было самое близкое здание, от укрытия в котором я оказалась. Но я слышала, что происходит наверху. Люди выли, как звери. Да и просто озверели. Грабили, убивали. Как будто все мерзости внутри человека вышли наружу. Это был кошмар. Я не хочу об этом говорить. Я не знаю, как это происходит. Доктор Бироуз говорит, что от радиации. Я знаю только, что сюда, в музей, все приходили, приходили люди. Когда над землей все малость поутихла, мы попытались устроиться здесь как можем. А через некоторое время начались странные вещи. Моя кожа стала высыхать и отслаиваться. И у всех остальных тоже. Это продолжалось довольно долго. Может, несколько месяцев или год. Но рано или поздно все стали такими. Некоторые сошли с ума. Некоторые просто смирились. Через некоторое время сюда начали приходить другие гули. Так и возникло подземелье. Нас тут никто не беспокоил. И мы с радостью оставили всех остальных в покое. А когда здесь появилась моя Грета, жизнь вообще стала хороша. Вот порассказывай одну и ту же историю 200 лет. Тебе она тоже надоест. Для человека ты очень даже ничего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzok ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok